6 вечера в городе. Седьмой канал продолжает свою работу в эфире и знакомит вас с самой актуальной информацией, известной нам к этому часу. В студии Игорь Буренко. Здравствуйте. Президент Украины утвердил курс страны на вступление в НАТО. Петр Порошенко подписал изменения к законам об основах национальной безопасности, об основах внутренней и внешней политики. Таким образом, восстановлен один из внешнеполитических приоритетов, утерянный при Викторе Януковиче. А сегодня в столице отмечают 20-ю годовщину со дня подписания Хартии о партнерстве с НАТО. Ну а я напомню, 8 июня парламент законодательно закрепил намерение Украины обрести членство в Альянсе. Знакомство с трамваем. ДТП на французском бульваре. Лексус на молдавских номерах протаранил общественный транспорт в бок. Водитель свою вину признает, но оправдывается, мол, у него на родине трамваев нет и он просто не ожидал. Автомобилю снесло часть бампера, а вот на трамвае осталось несколько царапин. Никто не пострадал. Проезжаю, вдруг меня выезжает. Человек не посмотрел в зеркало, то есть не видел, что трамвай едет. Он стоял здесь, а здесь еще, видите, уклоном немножко идет. Он рано спустил с тормоза. У меня у нас в голове нет трамвая. А я за машинами смотрю, а трамвая даже не буду. Одесского полицейского поймали на взятке. Он потребовал и получил 250 долларов за возврат техпаспорта знакомому владельцу автомобиля. Во время... законному владельцу автомобиля, прошу прощения, во время патрулирования 36-летней старшей лейтенанты Суворовского отдела, полиции обнаружил у наркомана чужое свидетельство о регистрации автомобиля, который находился в розыске. Полицейский нашел владельца машины, но вместо того, чтобы просто отдать документы, потребовал за это деньги. Сразу после получения взятки его задержали сотрудники управления внутренней безопасности. Распашку Тарутинской степи признали незаконной. Так решил апелляционный суд. Территория дикой степи состоит в изумрудной сети Европы. Несмотря на это, местная компания Шанс-2016 около года распахивала уникальные земли. В результате пострадало более полутора тысяч гектаров. Уничтожили ценную флору и фауну. Ущерб оценили в 30 миллиардов гривен. По мнению экологов, спасает территорию только статус национального заповедника. Со скрипом, но постепенно мы становимся свидетелями торжества верховенства права в Украине. Еще предстоит тяжелая борьба за предание этой уникальной степи Украинского Причерноморья статуса национального природного парка Перлины Бессарабии. Боритеся, поборете. Новый строительный скандал назревает на Черемушках. Там собираются строить большой жилой дом. Несколько сооружений должны снести. Гаражи уже снесли, но застройщик до сих пор не решил вопрос с отселением людей, которые там живут. Подробности далее в сюжете. Небольшой зеленый квартал. Маршрутная, Сибирская, Комарова и Героев Крут, бывшая Терешковой. Среди развалин осталось лишь несколько целых гаражей. Один из них принадлежит отцу Виктора Проходина. Все сносят ради жилой многоэтажки. Предполагаемый застройщик – компания «Забудова-2000». Полностью по Сибирской, маршрутная до половины. И вот здесь две секции на территории этих гаражей. Сюда же входит и площадка детская, которая была, где сейчас детям заниматься. Я понимаю, что мэру там хорошо пиарится за мостом и поселок Котовского. Там дети спортом занимаются. А у нас уже никому ничего не надо делать. Вокруг гаражей несколько двухэтажных домов. По замыслу застройщика их пустят под снос, как и гаражи. Но с большинством жителей этих домов вопрос расселения до сих пор не уладили. Ни строительная фирма, ни городские власти. Мы хотим, чтобы нас сначала отселили из этого района, а потом началась стройка. Потому что наши дома, как они нам все говорят, что они ветхие. И у нас очень ветхие здесь коммуникации. И если здесь начнется застройка, а мы здесь останемся, то все коммуникации, которые у нас сейчас здесь находятся, они все просто придут в негодность. У жителей окрестных пяти и девяти этажек свой интерес. Они беспокоятся о безопасности своих домов и хотят знать, проводились ли инженерные исследования грунта. Уже несколько раз писали обращение к городским властям. Владимир, который живет по соседству, последнее письмо отправил мэру в середине июня. Мы собрали около 400 подписей, подали на мэра. Кратце описали эту ситуацию, попросили, чтобы до решения всех конфликтных вопросов не провели никакие строительные работы. И чтобы была создана трехсторонняя комиссия, это то, чтобы этот вопрос могли как-то урегулировать дипломатическим путем. Назревает конфликт, который может привести в активную фазу. Местным сказали, что уже в ближайшее время застройщик начнет установку забора вокруг спорной территории. Это может спровоцировать конфликт. Александр Полоев, Валентин Мирза, 7 канал. Разрисовали стены и ушли. Одесские общественники сходили на лонжерон повозмущаться гостиницей с капелли. Ее построили прямо на песке. Активисты уверены, что это незаконно. Как все было, видел Игорь Хмурый. Активисты разрисовывают стены гостиницы с капелли на лонжероне. Они уверены, ее построили незаконно. Объект возвели прямо на песке. Общественники требуют его снести. У защитников гостиницы свое мнение. Если сегодня мы начнем вот так, завтра пойдем разрушать все побережье, понимаете? Это курортная зона Одессы. Это то, с чего мы живем. Я кум забираюсь с прокурором. С чего на самом деле мы живем. Вот все люди в Одессе живут от сезона до сезона. Активисты уверены, все это крышует прокурор. Приезжает совладелец капелли, говорит, да, кум в прокуратуре есть. Ну и что? Коробко мой друг. Мой кум. Так она оснастил. Дружина прокурора. Нет, основатель лоджи. Это я. Нет, документы говорят о том, что Алла Коробко является основателем. Ну вы же обманываете. Я не могу. Пришедшие заявили, изначально объектом владела жена прокурора Юрия Коробко. Позже все переписали. Но это, мол, всего лишь ширма. В итоге активисты послушали музыку, пометили надписями стены и ушли. Но обещали вернуться. За развитием ситуации будут следить Назар Бурхан, Игорь Хмурый, Алексей Филиппов и Седьмой канал. А на Седьмой Пересовской активисты разбирались, откуда взялся забор в районе 195-го причала. За забор лодочной станции их не пустила местная охрана. Прибывшие на место полицейские в конфликт не вмешивались. 195-й причал – это действительно не пляж, а лодочная станция. Так что стороны разошлись миром. Будьте осторожны. Одесские коммунальщики очень своеобразно развесили знаки на перекрестках. После того, как вступили в силу изменения в закон о дорожном движении. Теперь повсюду действует правило приоритета круга. Но на многих круговых перекрестках в Одессе движение регулировалось светофорами. Светофоры никуда не делись, а новые знаки «Уступи дорогу» уже висят. Поскольку знаки висят за светофором, выезжать на перекресток не уступив дорогу нельзя, даже если горит зеленый. Как минимум половина водителей до сих пор не разобрались. На сегодняшний момент 50% водителей от общей массы нарушают, постоянно не давая приоритета в движении автомобилю, которые движутся по округу. Странные схемы движения сейчас работают на трех перекрестках, на площадях деревянка и независимости, а также на пересечении Левитана и проспекта Небесной Сотни. Это бывший проспект Жукова. Ребенка без прививки от кори не возьмут в школу или детский сад. Такое решение приняли из-за вспышки кори в Одесской области. Пострадали уже больше 200 человек. Большинство из них – это маленькие дети. Главная причина резкого роста заболеваемости – слишком частые отказы родителей от вакцинации детей. Это было решение заседания против комиссии ТБЧС, это надзвычайная ситуация, мы ее считаем надзвычайной, это заболеваемость, которая у нас идет. Ни один ребенок, вот сейчас, когда набираются новые группы в детский сад, пойдут первоклассники в детский сад, не будут приняты в детское учреждение, если у них не будет сделана прививка против кори. Я напомню, от осложнений кори в Одесской области двое детей уже умерли. Быстрее и комфортнее пересекать границу с Молдовой и Румынией станет гораздо проще. Евросоюз выделил несколько миллионов евро на объединение и модернизацию пропускных пунктов Рене-Джуржу-Лешть и Кучурганы-Первомайск. На границу съездила и Анастасия Кожушка. Доброго дня, прикордонный контроль Украины. Это пропускной пункт Рене-Джуржу-Лешт, граница Украины и Молдовы. Но на Молдову украинцы тут почти не ездят. Просто в Одесской области нет прямых КПП на Румынию. А здесь пару километров по территорию Молдовы и вы в Галатце. На оптимизацию работы этого пропускного пункта Евросоюз выделил миллион четыреста тысяч евро. Деньги потратят на новое оборудование и ремонт. На сегодня проект на такой стадии, что деньги уже перечислены международной организацией по миграции. Осталось делегации Европейского Союза подписать документы. Это все будет сделано в течение лета и осенью начнется реконструкция. Сейчас, чтобы попасть из Одесской области на территорию Евросоюза, нужно проехать четыре КПП. Украинский, два молдовских и только потом румынский. После реконструкции украинский пункт пропуска объединят с одним из молдовских, одним КПП меньше. То есть границу можно будет пересечь быстрее. После введения безвиза желающих становится больше с каждым месяцем. По початку безвиза мы оформили 420 осіб. Радует то, что ни один гражданин Украины не был повернут, и никаких проблем не возникало по перетонанию следующих государственных кордоней. А именно это Молдова, Румыния, Болгария, Греция. Еще один украинско-молдовский пограничный пункт пропуска сейчас реконструируют в Паланке. Это в 60 километрах от Одессы. Это обойдется в 4,5 миллиона евро. Их тоже выделил Евросоюз. После реконструкции пересекать границу здесь тоже станет проще. Все таможенные и контрольные процедуры будут проводиться на молдовской стороне. Анастасия Кожушка, Андрей Диченко, Седьмой канал. Кому нереста, кому денег заработать. Рыбоохранный патруль Одесской области отчитался о своей работе в период нерестового запрета. В основном он закончился 15 июня. За два месяца основной нерестовой забороны Одессским рибоохранным патрулем проведено 372 рейди, подчас которых выявлено 280 порушений. Из них 70 порушений – это группы за статей 85, часть 4, админ-код КУПАП. Также 132 порушения любительского лову и 58 порушений, связанных с незаконным продажем рыбы на рынках. Под рейды попали все рынки Одессы и даже так называемые дорожки. Особое внимание инспекторы уделили Черноморской сельде. Для ее спасения у них есть даже отдельная операция под названием «Путина». На данный момент сняты все нерестовые запреты, кроме Днистровского лимана. Там рыбу нельзя тревожить до конца этого месяца. Лодки, паруса и летнее море. В Одессе открылся национальный чемпионат по яхтингу. Дети и взрослые со всей Украины съехались в наш яхт-клуб, чтобы выяснить, кто из них быстрее. Яхты считала и наша Ирина Арказянская. Солнечная погода и ветер – это идеальные условия для сегодняшних соревнований. К выходу на море готовится более ста человек. Они будут бороться за звание «Лучший» в своем классе. Среди участников как новички, так и уже опытные спортсмены. Даша начала заниматься парусным спортом в 9 лет. А в свои 13 она уже чемпионка Украины в классе «Оптимист». Обошла больше ста соперников. Было много гонок, дул разный ветер, направление разное. Было очень сложно. И в итоге сначала у меня было все плохо, сначала регата, но потом я настроилась, собралась. И у меня все получилось. Я была в третьей в общем зачете и первой по девочкам. И получила звание кандидат в мастер спорта. Алексей занимается всего два года и пока не может похвастаться такими успехами. Зато имеет арсенал веселых историй. Когда я первый же выход в море, все испортил. Я сломал весел, который я так и не купил. Мы перевернулись. Ну и дальше по списку. И Даша, и Алексей одинаково переживают перед выходом в море. Им предстоят трехдневные соревнования. В среднем каждый этап длится 4 часа. Беседочный узел используется для фиксации на кольце. Так, концом фала проводится в петлю узел. Вытягивается, фиксируется. В таком положении можно начинать поднимать грудь. Пока спортсмены в море, с берега за ними пристально наблюдают тренеры. Ребенок находится в таком постоянном движении. Парусный спорт в принципе объединяет практически все виды. Ну, абсолютно. Это доказано давным-давно, поэтому во многих странах мира, в том числе, допустим, в Новой Зеландии или в Англии, включено в общеобразовательную программу. Почему? Президент есть, физика есть, химия есть, математика есть. На чемпионат прибыли команды со всей Украины. Участники будут соревноваться в трех классах. Оптимист, кадет и лазер. Победители определят после третьего этапа 8 июля. Ирина Рогозянская, Игорь Казанжи. Седьмой канал. С новостями у нас пока все. Не переключайтесь. Дальше в эфире седьмого канала «Вечер на седьмом». Будет много интересных тем. Итоги дня подведем уже в 20.00. До встречи. Оставайтесь седьмым. Редактор субтитров А.Семкин